Добрый день, коллеги. Меня слышно, видно? Поставьте плюсик, если со связью все хорошо. Отлично. Добро пожаловать в вебинар, посвященный курортному спорту «Люкс Резорт» отеля, расположенного в Анталии, в курортном районе Лара. Сегодняшний спикер – прекрасная Анастасия. Анастасия, вы, в принципе, можете начать. Попробуйте подключиться. Все, я выключаюсь тогда, да? Да, здравствуйте, Камила. Уважаемые коллеги, рада вас всех приветствовать. Сегодня я расскажу вам об отеле «Конкорд Де Люкс Резорт», который находится в Лара-Кунду. А теперь скажите мне, у меня мою презентацию видно? Потому что я почему-то не вижу. Сейчас будем исправлять. Я поняла. Прошу прощения за задержку. Укрывается прекрасно. Прекрасное начало понедельника. Так, мне рекомендуют заново зайти и выйти. Так, добрый, добрый. Ага, и она таки открылась. Так, теперь, я думаю, всем видно. Всем прекрасно. Мне помогла Камила. Итак, еще раз хочу всех поприветствовать. Скажу банальность, но и солнечная Анталия. Погода располагает к отдыху. Солнце, прекрасная температура. Итак, хочу также отметить, что это первая презентация для рынка СНВ. Потому что отель изначально был ориентирован на Европу и работал в основном только с Европы. У нас 90% отдыхающих из Европы. Итак, выполнен отель в стиле самолета одноименного. Компорт – это легендарный сверхзасковой самолет, который был создан совместно Францией и Англией. И чем особенен наш отель, он прекрасно соединил в себе лучшие европейские традиции и по-настоящему восточное гостеприимство. Отель находится в Ларакунду на первой линии возле моря. Общая площадь 62 тысячи квадратных метров. Одно основное здание, семейки важные. Пляж у нас собственный, песчаный, с пологим входом моря. 180 метров его протяженность. Я для вас собрала все особенности номеров. После этого мы рассмотрим каждый номер отдельно, все категории. Но для всех категорий что характерно? Во-первых, во всех номерах есть балконы. Во-вторых, самый маленький номер 28 метров. Меньше просто не бывает. Все двухкомнатные номера – это наши сьюты с двумя ванными комнатами. В каждом номере для гостей стоит чайно-кофейный набор и капсульная кофемашина Неспрессо. Мы также поставили во все номера утюг и гладильная доска. Думаю, это очень актуально на сегодняшний день. Уходовая косметика с этого года, с 1 апреля, будет Molten Brown London. Сейчас мы пока используем собственную марку. И еще одна новиночка этого года. У нас появятся в каждом номере весы, чтобы гости могли следить за своим весом. Мы с вами двигаемся дальше. И более подробно уже рассмотрим все категории. Итак, самый маленький, самый простой номер – это Deluxe 28-32 метра. Одна двуспальная кровать или две кровати. Одна односпальная, две двуспальные. Обратите, пожалуйста, внимание, у нас 20 номеров коннектов. Для тех, кто хочет, чтобы семья жила рядом, пожалуйста, при бронировании пишем примечание, что, пожалуйста, нам коннект. Все комнаты с душевыми кабинами, ваннах у нас в Deluxe нет. Следующая категория – семейный номер. У него такая вот необычная конструкция, точнее, необычный дизайн. Состоит из двух комнат – гостиная и спальня. Спальня с двуспальной кроватью. А вот в гостиной есть еще специальная детская зона, которая отделена дверями купе. Двери купе у нас плетеные, поэтому у детей создается ощущение, что они отдельно от родителей находятся, но в то же время они остаются под присмотром у родителей, потому что, в принципе, через эту дверь все равно все просматривается. Номер «Дуплекс Делюд Сьют» – это наш двухэтажный номер. Все они находятся на седьмом этаже. Максимальное размещение – четыре человека. Внизу находится софа и наверху двуспальная кровать. Хотелось бы также отметить, что у нас более десяти русских каналов для тех, кто любит смотреть телевизор и даже на отдыхе с ним не расстается. Телевизоры есть на обоих этажах. Номер «Джуниор Делюкс Сьют». Также двухкомнатный номер, одна отдельная двуспальная кровать, большая в спальне. И в гостиной у нас опять софа. Максимальное разрешение – два плюс один или три плюс инфант. «Джуниор Делюкс» – большой просторный номер, который находится прямо на носу нашего самолета. У нас всего четыре таких номера. Это две спальни с двуспальными кроватями и одна гостиная. Напоминаю, во всех номерах, где две и более комнат, у нас две ванные комнаты. «Руэл Сьют» – это самый большой, самый просторный номер, который находится на седьмом и на шестом этаже. Опять же, на носу нашего самолета с роскошным балконом. И двуспальные кровати в спальнях и большая гостиная плюс джакузи. Уважаемые коллеги, если я что-то по номерам недосказала, пожалуйста, вы можете написать вопросы. Я с радостью отвечу на них в конце нашего вебинара. Также хочу отметить, что в 2020 году у нас была глобальная реновация. После этого всю мебель и вообще все, что можно было выкинуть, отодрать и выкинуть или сломать и выкинуть, это все сломали и отодрали и выкинули. Вся мебель в отеле новая, весь текстиль в отеле новый. Кровати, очень удобные матрасы, хорошие, качественные. Каждый год все обновляется, следят очень тщательно. Поэтому у нас нет пошарпанной мебели, нет разбитой сантехники. В отеле действительно все в идеальном состоянии. Мне кажется, что это очень важно. Подушки, матрасы, одеяло – все это очень-очень удобно. И, кстати, под запрос для малышей. В номер можно получить детскую кроватку, детскую ванночку, горшок или накладку на унитаз. Халаты, тапочки, естественно, сейфы во всех номерах бесплатно. И для деток у нас еще и детские халаты. Теперь мы переходим к питанию. Мы работаем по системе Pride. Все включено. 24 часа в сутки мы вас кормим и поим. Итак, главный ресторан – это Le Buffet. Сейчас мы его видим на картинке. У нас есть открытая терраса, есть закрытая терраса. Также есть специальная зона для малышей. Сейчас мы ее увидим. Да, вот наша детская зона, детский буфет. Детки у нас кушают отдельно. Есть также диетический буфет, безглютеновый и вегетарианский. Это не под запрос, это просто отдельный буфет. Ты подходишь и выбираешь то, что нужно. Также для малышей возле мини-клуба. Мы сделали вот такое симпатичное кафе, где детки могут в течение дня выпить сок, выпить молочко фруктовое, съесть йогурт или какую-нибудь вкусняшку. Мы с вами дальше двигаемся. У нас семь ресторанов «Аля Карте». Все они за дополнительную плату. Резервация традиционного отдела по работе с гостями. Итак, чем у наших гостей могут себя побаловать? Итальянская кухня, дальневосточная, стейкхаус. Летом мы принимаем туда деток от 7 лет, зимой от 12 лет. Морепродукты и рыба, барбекю, турецкая кухня и еще такой маленький эксклюзив. В нашем отеле есть ресторан анталийской кухни. Оказывается, такая тоже существует. Мы собрали самое вкусное, что когда-либо предлагала Анталия своим туристам. И мы постепенно пройдемся по всем нашим местам и точкам питания. Луна-патиссерия. Прекрасное место кондитерское. Работает оно до позднего вечера, до 11-11.30 в зависимости от сезона. Здесь можно полакомиться мороженым итальянским джелата, можно отведать вкусные сандвичи, выпечку, пирожные, торчики. В общем, все, чем богаты, тем рады вас угостить. Но все действительно очень-очень вкусно, потому что повара у нас трудятся от души, от сердца. Поэтому очень много восторженных отзывов и по ресторанам, и по кондитерской особенно. В течение дня некоторые наши рестораны а-ля-карте работают как снеки. К примеру, в Нейзен можно отведать свеженькие чебуреки, очень вкусные. А в ресторане барбекю мы подаем сандвичи, мы подаем бургеры. Так сказать, это бургер-хаус. И еще одна такая маленькая особенность. Наши бургеры все идут по одному стандарту. Естественно, что фарш делается вручную, хлеб мы также выпекаем сами. Но если вес булки 110 грамм, то вес котлеты 130 грамм. За этим тоже тщательно следят. Пиде и пицца. Ну, пиде все знают. Турецкая пицца и просто пицца итальянская. Это у нас специальное отдельное кафе, где в течение дня можно пойти и отведать пылу с жару. Это для тех, кто не хочет идти на обед в главный ресторан. Специальное место, где можно попробовать вкусный тост. У нас их представлено 17 видов. А также гриль, где весь день жарят колбаски, жарят котлеты, жарят мясо, подают хот-доги и шаурму. Но турецкую. Два места для любителей свежих фруктов, соков и для любителей здорового питания. Здравствуйте, Алина. Это фрукти. Здесь у нас подаются нарезанные фрукты. И жуси пресс и смузи. В принципе, из названия понятно, что здесь гостей ждет. Свежевыжатые соки и фруктовые смузи. Хочу также отметить, что смузи и свежевыжатые соки бесплатно подаются в главном ресторане на завтрак. Здесь у нас идет полностью расписание наших фудкортов, наших ресторанов. Кто хочет, пожалуйста, можно сделать скрин, можно сфотографировать. То есть, как вы видите, в течение дня кормим, поем, никто голодным точно не останется. Добрый, Альфия. Мы листаем дальше. И теперь мы переходим к барам. Я долго думала, как сразу сообщить, что у нас всего много. И решила, что внизу я напишу самые популярные названия напитка. Итак, у нас 17 баров, 18-й откроется летом. И у баров, импортный алкоголь у нас бесплатно, до 18 лет включительно представлено. 50 видов миски, 22 вида водки, 11 джина, коньяк у нас 7 видов, плюс бренди. И, как видите, 23 вида ликера, это не считая аперитивов, не считая вин и так далее. То есть, для тех, кто ценит качественный алкоголь, здесь это все подается, все импортно. И еще один важный момент. Очень часто в отелях такая система работает. Например, в лобби-баре там есть все, но и стоит отойти от лобби-бара, перейти в снэк-бар или перейти в бар возле пляжа, то какого-то напитка нет. И отправляют опять гостя, возвращайтесь в лобби. У нас такой системы нет. Если у нас заявлено 50 видов миски, в каждом баре они будут представлены. Если его нет, вам его принесут. Потому что в отеле, в каждой точке вы можете получить то, что заявлено в концепте. Еще одно место, где подается алкоголь, это пивной дом. Здесь у нас около 40 видов кива различного представлено. Чипсы, закуски, орешки и так далее. Все это также здесь подается, работает с часу до 22. А это, пожалуй, мое любимое место. Кофе-хаус. Кофе в отеле итальянский, очень вкусный. Везде стоят кофемашины. И выпить вкусный кофе просто отдельно можно также на территории, помимо лобби-бара, бисты и так далее. И это замечательное место, кофе-хаус. Здесь подается исключительно кофейные напитки и кофе. Добрый день всем, кто заново присоединился. И мы с вами от кофе плавно уходим к бассейну. Итак, у нас всего 6 бассейнов открытых на территории, 2 из них детских. Сейчас мы с вами смотрим на, в принципе, на все бассейны сразу. Главный бассейн 1557 метров. И релакс-бассейн с тремя зонами джакузи 16+. Он у нас 780 метров. Это все работает летом. Подогреваемый бассейн у нас также есть. Мы его чуть позже увидим. Вот он, наш подогреваемый бассейн. И 4 горочки. Не очень много, но зато самые популярные. Две для взрослых и две для детей 10, 7, 8 и так далее лет. Теперь мы плавно от детей переходим к детскому клубу. Детский клуб у нас прекрасный. Большое отдельное стоящее здание с большими панорамными окнами. Очень солнечно. Там действительно приятно находиться. Мини-клуб сейчас работает с 10 до 5 вечера. Но идет уже обсуждение о том, чтобы продлить его работу до 11 вечера. К сожалению, на данный момент я не могу сказать, принято ли было это решение или нет. Поэтому ориентируемся, что детский клуб работает с 10 до 5. Возле детского клуба есть большая детская площадка под тентом. И сразу возле клуба находится бассейн 100-метровый, тоже детский, также под тентом. Русскоговорящие аниматоры есть. Детками занимаются от и до. Команда сильная. Постоянно приезжают. Действительно уже сформировался хороший коллектив, который мы очень ценим. И деткам будет весело. Что касается анимации для взрослых. Анимация в атоле активная, но не навязчивая. За руки, за ноги, шезлонгов мы никого не сдергиваем. Мы всех культурно приглашаем, но все идут с удовольствием. Понятное дело, каждый вечер у нас шоу показывают. После мини-диска, мини-диска там же каждый вечер. Шоу очень интересные. Плюс четыре раза в неделю у нас живая музыка в баре звучит. Поэтому вечером гостям найдется чем заняться. Дискотека. Дискотека находится прямо в отеле. Она утоплена в землю, никому не мешает. И некоторые гости, пока мы им не покажем, даже не догадываются, что оказывается, есть дискотека в отеле. Думаю, это очень хороший показатель, что звукоизоляция продумана прекрасно. И гостям ничего не мешает полноценно отдыхать. Боулинг. Боулинг плюс игровые автоматы. Это все за дополнительную плату. Находится на этаже М. Гости, по желанию, могут воспользоваться игровой комнатой. Пляж. Пляж у нас действительно роскошный. Песочек. Хороший пологий вход. С детками можно смело ехать. На пляже есть тенты, есть зонтики, есть зона 16 с плюс павильонами. И есть отдельная зона для не курящих под тентами. Проверяла лично. Потому что вопрос тоже очень актуальный. Есть свой пирс на пирсе шезлонги и бар. Бар работает в течение дня. Как я уже сказала, ассортимент нашего бара на пирсе ничем не отличается от ассортимента в лобби-баре. Все, что заявлено в концепте, вы сможете найти и на пирсе. Павильоны. Обратите, пожалуйста, внимание, вот эти красивые просто матрасы с подушками, лежаки, так сказать. Это бесплатно. Платно только в павильонной виде домика. Это обслуживание в течение дня. Даже на фотографии видно стоят фрукты с игристым вином. Есть кнопочка вызова сотрудника, который будет обслуживать павильон. И розетка. Стоимость на павильоны в районе 100 евро за день. Конечно же, прекрасный спа-центр. 4000 квадратных метров у нас спа-центр. Есть платная зона, есть бесплатная зона. Внутри есть бассейн с подогревом детский, бассейн с подогревом взрослый. Термальный бассейн. И один открытый бассейн для взрослых. Фитнес-сауна, хамам. Это все бесплатно. Но есть еще вип-зона. Это уже будет за дополнительную плату. Фитнес-центр на втором этаже спа-центра находится. Есть тренер, который присутствует в течение дня. Фитнес-центр, конечно же, бесплатно. Моя визитка. Меня зовут Анастасия. Пожалуйста, это мой мобильный WhatsApp, Viber, Telegram. Можно обращаться. Не забываем о разнице во времени. По ночам предпочитаю все-таки спать. Но если что-то срочно, естественно, постараюсь вам помочь. Итак, коллеги, я желаю вам всем отличного сезона. Чтобы у всех были хорошие, благодарные туристы. И теперь, если я что-то пропустила, а это вполне возможно. Вот уже первый вопрос появился. Нет, депозитов у отеля никаких нет. Нет, Конкордия – это не наша сеть. В нашу сеть ходят три отеля. Два из них находятся на Кипре. Аквапарк у нас маленький. Это четыре горки. Подогреваемый бассейн. Он и есть наш аквапарк с горками. Пожалуйста. И в детском бассейне есть еще маленький симпатичный грибок, из которого стекает вода. Отель был построен в 2006 году. Как я уже сказала, глобальная реновация. Выкини все, что только можно. В 2020-м. Все остальное постоянно обновляется. Обновляется комплименты у отеля есть. Постоянные гостей, которых очень много, больше 60%. Это с вино и фруктов номер. Ну, в принципе, вот. И вино и фрукты номер. Плюс специально для них действует отдельный J-launch. Это отдельное место, где постоянные гости могут собираться. Размещение 3 плюс 2. Это два коннекта. Дело в том, что вы, наверное, обратили внимание, что у нас в основном размещение 3, максимум 4 человека. Сделано для того, чтобы гостям было максимально комфортно. А селедка в бочке, так сказать, комфорту не располагает. Поэтому это коннекты. Да, вы все правильно поняли. Все, что мы видели. Это Hennessey, это Remy Martin, это Black Label, Red Label, Рогатый Биттер, все время забывая, как правильно произносится, мартини, колхо, это все входит в стоимость. Это все наш летний сезон. С 1 апреля это все доступно бесплатно. Есть лаунж для ожидания позднего вылета. Для ожидания позднего вылета по возможности стараемся подразливать номера. Ну, конечно, если уж совсем поздно, за дополнительную плату. Отдельного лаунжа нет. Можно как решение использовать павильон на пляже. Для пенсионеров подойдет. Для пенсионеров, в принципе, подойдет. Потому что из Европы те гости, которые к нам ездят постоянно, уже некоторые стали пенсионерами. Какая погода будет в этом году, честно говоря, даже сказать не могу, потому что уже и гуглу не верю. Но вообще у мая достаточно тепло. Плюс 25 градусов. Так, естественно, утром надеваем ветровки или кофточки. Леггермастер. Марина, спасибо большое. Да, я все время на нем запиваюсь. Он у нас прямо из большой кегли. Есть, конечно, и бутылки, но есть и кегли. А вообще в наших барах даже напитки софт, пола, фанта подается не на развив, а в стеклянных бутылках. Да, косметика Молтон Браун. Опять же, напоминаю, это будет с 1 апреля. Ее уже заказали. С нетерпением ожидаем приезда. Спасибо большое, Фарет. Да, очень приятно. Да, отель действительно очень достойный. Еще раз напоминаю, что это первая презентация на рынок СНГ. До этого никогда презентации не проводили. Отель не работал на СНГ. То есть онлайн мы, конечно, принимали заявки, но конкретно мы не работали. Поэтому это наше начало. Я буду очень рада, если вы приедете к нам, сумеете оценить этот сервис. Сумеете это все разнообразие оценить. У нас 12 ресторанов, у нас 11, ой, простите, 17 баров. И отель действительно очень ухоженный, очень чистый. И здесь стараются воплотить все то лучшее, что есть в Европе. Ну и плюс восточное гостеприимство, как я и сказала в самом начале. Пожалуйста, еще вопросы, если я что-то упустила. Для пенсионеров. Да, для пенсионеров отель удобный. Везде есть пандус. У нас, кстати, есть 4 номера для людей с ограниченными возможностями. Лифты просторные. На одно здание у нас 5 лифтов. Очередей нет, можно спокойно подниматься. Расстояние 62 тысячи квадратных метров, но хорошие дорожки, в принципе, много ходить не надо. И буквально через каждые 50-100 метров обязательно будет какой-нибудь бар, какой-нибудь снэк, какое-нибудь место, где можно сесть и отдохнуть. Трансфер в город. Что касается трансфера, то именно от отеля есть. При наборе определенного количества человек в город едет машина. Насколько я знаю, это за дополнительную плату. Но если выйти из отеля, буквально перейти дорогу 50 метров, остановка, автобус доведет прямо до террасити торгового центра. И чтобы вернуться сюда, автобус останавливается прямо напротив нашего отеля. 15 лир стоит проезд. Это около 5 долларов автобус. Еще вопросы, пожалуйста. Что я упустила, не досказала. Вам бы очень хотелось это знать, чтобы туристы были довольны и счастливы. Камила, я так понимаю, что у наших коллег вопросы закончились. Нет, с подогревом. Алена, смотрите, с подогревом только бассейн. Открытый один. Есть еще два бассейна внутри. Они тоже с подогревом. И во время зимнего сезона горки не работают. Развлечения на пляже. Развлечения, если имеете в виду бар, есть. Есть водный спорт, все моторное за дополнительную плату. И еще на территории нашего пляжа, как бы точнее над пляжем, потому что этот бар находится от земли, можно сказать, на втором этаже, есть очень хороший коктейльный бар, где гости могут полюбоваться закатом. Там очень красиво. Нет, с животными мы не принимаем. Даже если это животное поводырь. Животное это не наш отель. Да, пляж песчаный. Вход пологий. Очень хорошо для деток. Коралки с тобой везти не нужно. Чезлонги, павильоны. И есть зонтики, есть тенты. Есть зоны для некурящих. Да, Алена, спасибо вам большое. Это важный вопрос, что я упустила. Уважаемые коллеги, мы принимаем одиноких мужчин, даже если это не папа, сын и не дедушка, внук. Даже если просто приедет компания мужчин, мы их принимаем. Одинокие мужчины, размещение в отеле есть. Без запроса. Просто бронируете и все. Никакие запросы не нужны. Отель принимает одиноких мужчин. Насчет трансфера я уже ответила. Автобусы ходят буквально 50 и 100 метров от отеля. Плюс, если набирается группа, то отправляется трансфер из отеля. Спа-процедуры. Спа-процедуры есть. Спа-процедур много. И у нас самый большой спа-центр в ЛАНИ. 4 тысячи квадратных метров. Поэтому спа-процедур достаточно. Косметика у нас испанская. Спа очень хороший. Можно смело отправляться. А если не одиноких, 2-3 мужчины под запрос. А вот и не под запрос. Можно даже 5 и опять не под запрос. Даже если 10, все равно запрос никаких не нужен. Поэтому, пожалуйста, спокойно отправляйте мужчин. Мы принимаем. Одиноких, не одиноких. Принимаем всем. Да, пожалуйста. Реновация. Глобальная реновация отеля была сделана в 2020 году. Когда все, что можно отодрать и выбросить, или разломать и выбросить, это все просто выбросили. Полностью поставили новую мебель, отделку, циантехника. Все это было новое. Если что-то приходит в течение года в негодное состояние, это все убирают и заменяют на новое. Поэтому в отеле нет никаких покоцанных раковин. Нет никаких пошарпанных шкафов. Все в прекрасном состоянии. Естественно, что матрасы, подушки и так далее, это все постоянно обновляется. Текстиль, посуда и так далее. Конференц-залы есть. Вот это мое обещание. Спасибо вам большое, Люда. Очень хороший вопрос. У нас 7 конференц-залов. Мы принимаем конференции. Самые маленькие 32 метра. Ой, простите, на 32 человека. Самая большая площадь 1100 метров. То есть это примерно 600 человек мы спокойно можем разместить. Да, все верно. Это отель в виде самолета. Того самого знаменитого сверхзвукового. Поэтому, когда вы отправляетесь к нам гостей, очень хотела это сказать, мы их примем под свое крыло. Они будут в надежных руках. Вид из номера. Большая часть номеров идет с видом на море. Есть отличия в цене. Конечно, есть. Вид на море всегда был дороже, чем вид на сад. Что касается нюансы. Напоминаю, отель находится в Ларе, где очень много других отелей. Поэтому у нас слева находится Лимак. И есть номера с видом на Лимак. Лимак Лара. Мастер-класс для деток. Детками занимаются. Но вот конкретно насчет мастер-классов, не знаю. Есть различные активити. Например, водный грим. Потом живые какие-то игры выводят в бассейн. Бассейн у нас прямо на территории мини-клуба. Но конкретно по мастер-классам, к сожалению, пока не могу вам сказать. И еще тоже хороший нюанс. Вот заговорили про территорию, общий вид отеля. Всего у нас в отеле 401 номер. Это 820 кроватей. И территория только 62 тысячи квадратных метров. По соотношению количества проживающих и территория, площадь, у нас, можно сказать, самый просторный отель на территории Лары. Спасибо большое, Альфия. Отель действительно очень хороший. Сервис отличный. Гостям стараются предложить все как можно лучше. Питание замечательное. Мясо подается такое, что тает просто во рту. Без жил, без ничего. Очень хороший выбор. Разнообразный. Естественно, красная рыба на завтрак. То есть, действительно, можно поехать и насладиться отдыхом. Ни о чем не думать. Просто наслаждаться. Еще вопрос, пожалуйста. У нас игристое вино. И на входе также игристое вино встречает гостей в качестве велкама. Альфия. Мы с радостью вас примем. Мой номер вы видели. По поводу, кстати, по поводу мастер-классов. Пожалуйста, Людмила, напишите мне на WhatsApp. Я обязательно узнаю у нашего менеджера анимации. И отвечу по мастер-классам. Будем рады всех принять. И вас, и туристов. Пожалуйста, приезжайте. Потому что отель очень хороший. Все для гостей. Еще вопросы. Потому что, если я сейчас дальше начну про отель рассказывать, у нас презентация на весь день затянется. Да. Пожалуйста, Людмила. Я напоминаю, я жду от вас смс-очку, чтобы я вам могла ответить по поводу мастер-классов. Видеообзора пока нет. Наталья, как я сказала, у нас первый вебинар вообще за все время на СНГ. Поэтому здесь пока никаких обзоров не было. Разве что можно поискать у блогеров. Можно поискать у нас обзоры регулярно. Один блогер выкладывает, который очень любит. Сама она приезжает отдыхать. Только я, к сожалению, сейчас не вспомню. То есть можно посмотреть то, что уже в интернете есть. Именно с нашей стороны пока ничего не выкладывали. Но мы обязательно это и справим. Спасибо большое. Буду рада с вами встретиться и вживую. И также в Казахстане, как мы знаем, будет выставка. Тоже буду рада встретиться со всеми вживую, пообщаться и рассказать про отель. Спасибо большое. Мне очень приятно. Вот Марина помогла. Единственное, пожалуйста, обращайте внимание, что все, что до 2020 года, это все старое. Все, что после 2020 года, когда уже начали добавлять новые опции, когда расширили максимально количество баров, количество ресторанов, когда все это обновили, это уже немножко другое. Так. Это может быть и возле двух крыльев, комнаты идут в разброс, или может быть со стороны входа. Кстати, нюанс по поводу номеров возле входа. Естественно, что отель находится возле дороги. Но сама несколько раз ходила с агентами, уже несколько агентов приняла. Когда закрываешь двери, ничего не слышно. У нас действительно хорошие двери, панорамный выход на балкон. Со звукоизоляцией. Никакого шума от дороги нет. Да, 8 месяцев назад. Значит, это актуально. Единственное, что не актуален, концепт. Я вам рассказываю про летний, который начнется с 1 апреля, а сейчас у нас действует зимний концепт. Номера уже в продаже. Да, все номера в продаже. Можно спокойно идти и бронировать. Продаются все номера. Еще раз хочу сказать по поводу расположения номеров. Все номера у нас идут в разброс. За исключением все дуплексы находятся только на седьмом этаже. Номера Royal, самые большие, самые просторные, те, которые на носу корабля. Они находятся. Два у нас Royal. Это седьмой и шестой этаж. И на носу корабля с первого, но это условно первый, на самом деле он не первый, а третий, если считать от земли, а не от лоби. С первого по четвертый этаж находятся гранды. Этот нос корабля, это роскошный большой балкон с шикарным видом. Коллеги, я думаю, вопросы уже подошли к концу. Сейчас все активно будут смотреть обзор. Я очень благодарна Марине за то, что она его выложила. Спасибо большое, Марина Ханны. Я тоже думаю, что вопросы подошли к концу. Вы на все вопросы ответили. Очень будем ждать от вас видео обзора. Да. Анастасия, спасибо вам большое за такую презентацию. Очень было интересно слушать вас. Тоже захотелось к вам поехать, как наши агенты. Добро пожаловать. Пусть будет больше заявок, больше довольных клиентов, туристов. Все, тогда заканчиваем вебинар, да? Да, коллеги, благодарю за внимание, благодарю за вопросы, благодарю за ваши сообщения. Было очень приятно. Насчет обзора. Обещаю справиться. Единственное, скорее всего, это будет в течение одного-двух месяцев. Потому что хочется все-таки сделать, чтобы все профессионально, чтобы все уже заработало. Напоминаю, у нас открывается 1 апреля. Начинают открываться наши все бары и кафе, которые расположены на территории. То есть летний концепт. Сейчас у нас действуют зимние концепты. И всего несколько мест открыто на территории. Спасибо большое еще последний раз. Камила, и вам спасибо за возможность. Думаю, все прошло замечательно. Коллеги, телефон есть, так что, пожалуйста, обращайтесь. Я прошу прощения, перебила. Ну, ничего страшного. Тогда мы завершаем вебинар. Всем спасибо. Сегодня в течение дня мы отправим запись экрана, то, что запись вебинара. И плюс презентацию. Как обычно я делаю, по рассылке я всем отправлю. Все получите. А, вы сами все скинете. Вот у нас, я стала попытаться копировать, все вы отправили. Презентацию и запись вебинара я всегда, мы после вебинара отправляем в течение дня. Хорошо. Коллеги, еще раз благодарю за прекрасный отзыв, что присутствовали. Всего вам хорошего. Будем рады всех принять. Отличного нам всем сезона. До свидания. Спасибо еще раз. Всем до свидания. Продолжение следует...